Итак, уважаемые зрители, продолжается первый тур Всемирной шахматной Олимпиады. Здесь, в Баку, огромное количество команд, огромное количество стран представлено. И я комментирую для вас события первого тура. У нас много сильных команд встречаются с менее сильными. И исход всех матчей, в принципе, абсолютно предсказуемый. Ясно, что все фавориты сегодня одержат победы. Но, тем не менее, интересные события происходят. Давайте сейчас вернемся в турнирный зал, посмотрим, как развивается борьба. Ну вот, Таймур Аджабов, сборная Азербайджана, на выходе из дебюта, в общем-то, действовал, мне кажется, не совсем уверенно. Но в какой-то момент собрался, завлек своего соперника в сложную игру. И в этой сложной игре все-таки шахматист по фамилии Мандижа Зимбабве сказался. Ну вот в этом положении после ладья С8 у белых была масса хороших продолжений. Можно, конечно, взять на Д5, можно сыграть конь Д4, просто развиться. Но вместо этого последовал ход ладья Б3. Ну я думаю, что он собирался всерьез откушать пешку на Б7. Но ход оказался очень слабый, потому что выяснилось, что черные совершенно могут не обращать на нее внимания. Теперь на Ферзь бьет Б7. В принципе, Ферзь бьет С5, наверное, неплохое решение. И конь бьет С5 тоже хорошо. В общем, эта ладья попала под удар. Последовал конь Д4, конь С5. И эта ладья просто смиренно отошла на А3. Ну, после разменной Ф5. Разумеется, потеря двух темпов в столь сложной, столь темповой позиции не могла пойти без последствий. Конь Е4, черные получили мощнейшее давление. Ну, после взятия на Е7, не знаю, может быть, это был просто зевок. Дело в том, что после слона Ф8 еще съедается качество на А3. В общем, партия заканчивается. Ферзь С5 угрожает. Ферзь бьет А5 с матом в полтора хода. В общем, белым надо сдаваться. Так что Таймур, судя по всему, одерживает победу. В то время, как его напарник по команде Шахриар Медяров продолжает довольно сложную борьбу. Его соперник по фамилии Макота играет очень здорово, на мой взгляд. Ну, здесь, конечно, черные согласны ничью. Но Шахриар решил побороться. И последовал ход ладья Ц2. Очень, кстати, жесткий, хороший ход. Потому что по второму ряду черные оказывают давление на белых. Король-то у них слабенький. Конечно, можно в какой-то момент, вот, например, вот так, попробовать разменять ферзей. Вот. Но здесь не факт, что в этом окончании у белых вообще что-то будет. Например, можно сыграть ладья Е2, напасть на пешку Е3. Нельзя забывать о том, что у черных есть перспективные проходные. То есть, если эти пешки рванут вперед, то, может быть, у черных даже будет преимущество. В общем, здесь Шахриару надо решать определенные проблемы. И пожелаем ему успеха. Так, тем временем, я посмотрю, что происходит. Аркадий Найдич. Давайте, вот, про Найдич мы ничего не говорили. Найдич играет белыми фигурами. И, конечно же, у него перевес. Потому что очень сильная защищенная пешка Д5 должна, конечно, принести белым победу. Хотя, надо посчитать. Король Ф3, ладья А2. Может быть, если БА, ладья А4, пешка на С4 меняется. Ну, там, в любом случае, пробег белого короля на Е5. То есть, даже какие-то банальные варианты. Король Ф3, ладья А2. Взяли на А4. Взяли. Просто Король Е4, ладья С4. Король Е5. В принципе, есть шанс на выигрыш. Потому что король очень активен. Пешка Д идет вперед. В общем, Найдич тоже стоит с перевесом. Это понятно. И Элдаджи Сафарли выиграл свою партию. Вот покажу просто заключительную позицию. Ну, здесь у белых все зависло. Они теряют материал. В общем, Азербайджан выходит вперед. И, конечно же, матч выиграет. Ну, как говорится, куда он денется? Все-таки соперники совершенно другого класса. Руслан Пономарев выиграл. Сегодня он возглавляет украинскую сборную. Выиграл свою партию. Юрий Криворучко продолжает биться. Ну, и другие украинские гроссмейстеры тоже сражаются. В общем, в целом, во всех лидерских матчах ситуация похожа. Кто-то выиграл, кто-то еще только на пути к успеху. Ну, я зафиксирую приятный результат. Сергей Корякин, конечно же, победил. На чем мы с вами завершили. После слона H5 все-таки соперник из Нигерии откушал ладьона D4. Но это было последним успехом в этой партии белых. Потому что пункт F4 крошится, падает. И, собственно, все. Добираются черные до белого короля. Так. Слон D5. Дали шажок на F4. Король G2. Ладья F2. Видите, у нас ладья зависает. И пешка F пошла. F3. Ну, и в этом положении нигерийский шахматист сдался. Потому что, понятное дело, что эта пешка пройдет далеко. А черные еще ходом слона D6 угрожают, видимо, поставить белым мат. Так что Корякин выиграл. Это абсолютно нормально. Ну, вот Евгений Томашевский. Последняя остается. Последняя партия в матче России и Нигерии. 3-0 в пользу России. Как раз случилось то, о чем я говорил. Произошел размен на C8 и размен на E6. И белые пытаются привязаться к пешке F7. Но не так-то просто. Ходом ладья F6. Черные. Это шахматист по фамилии Анвули. Держатся каким-то образом. Еще на F3 где-то слон бьет F3. Есть такая идея. Испортить белым прическу пешечную. Так. Ну что. Таймур все-таки победил. Это абсолютно логично. И вот он сейчас с капитаном команды, с Алексеем Дреевым обсуждает ход борьбы. Но там, видимо, на выходе из дебюта была интересная позиция. И понятное дело, что Таймура волновали некоторые моменты. Но, как я понимаю, они остались за кадром. Тем временем, Томашевский сыграл ладья D1. Да. Ну вот я вижу, что соперник предложил Таймуру посмотреть партию, поанализировать. Но я думаю, надо оказать уважение к сопернику. Это же действительно интересно. Да, вот пошел Таймур анализировать. Здесь, в нашем гигантском Кристалл-Холле, есть специальные комнаты для анализа, где шахматисты могут после партии, что называется, снять грех с души. И разобраться в том, что произошло во время партии. Вообще, шахматист, который выиграл свой поединок. Возможность каким-то образом успокоиться. И уж если он хочет посмотреть партию, то не стоит ему в этом отказывать. Так, вот меня интересует, как здесь защищаться от хода ферзь D8. Допустим, если сыграли H6. Ну, если играть H5, там еще конь на G5 выскочит. Ну, собственно, в чем-то проблема. Что на слом BF3 следует промежуточный шаг на D8. И черный теряет материал. Но вот если сыграть H6, ферзь D8. Здесь брать на D8, конечно, нельзя, без фигур остаемся. Но вот какая есть проблема. Король H7. Теперь, если, ну, размен на B6, наверное, совсем глупо смотреть. Мне так кажется. А если ферзь C8, тогда черные успевают сначала убрать одного слона. А потом ферзь с B6 побьет на B4. То есть, в чем же здесь преимущество у белых, не совсем понятно. Но раз Женя Томашевский пошел на это дело, он, наверное, что-то видит, что-то знает. Ну, хорошо, давайте повнимательнее. Ферзь D8, король H7. Что же делать? Конечно, можно увести слона с B4 из-под боя. Допустим, слон C3, вот таким образом. Но здесь надо смотреть удары на F3. И слоном, и ладьей. В общем, здесь глаза разбегаются. Я уж не говорю о том, что, может быть, даже есть какие-то альтернативные возможности. В общем, здесь идет прямой голый счет вариантов, в которых позиционные нюансы отходят на второй план. И надо просто очень грамотно и квалифицированно все варианты изучить и сделать соответствующие решения. Так, в матче российских шахматистов все абсолютно ясно. Россия победила. Кто бы сомневался. Тем временем, Хикару Накамура, вот та самая пешка, которая была когда-то на А6, я уж не стану отматывать пленку этого фильма. Она как раз, судя по всему, и решит исход борьбы. Потому что видим, что белые ладьи вторглись на седьмой ряд. У белых одна лишняя. Черные скованы защитой пешки F7. Ну, ясно, что здесь шахматист Адома Видал не удержится. Ну, собственно, я и ожидал подобного исхода. Просто меня изумил этот шахматист Зимбабве, что он все-таки достаточно сильные, интересные ходы делал и создал кое-какие проблемы лидеру американской сборной. Ну, правда, Накамура лидер американской сборной только на сегодня. Я уже сказал, что Фабиано Каруана перешел под знамена Американской Федерации и возглавил эту сборную. Думаю, что завтра мы увидим Каруану. Так, что у нас здесь происходит? Это Уэсли Со играет черными. И вы знаете, дорогие друзья, здесь достаточно интригующая обстановка. У белых лишние качества. Вообще, получить лишние качества против шахматиста экстракласса – это уже неплохо. Правда, отмечу, что у черных есть колоссальная позиционная компенсация. Ладья Н4 ставит плохо. Конь на Ф4 оказывает давление и на слона, и на пешку. У черных два мощных слона, которые, конечно же, могут оказать серьезное воздействие. Не знаю, мне кажется, что у черных более чем достаточная компенсация. Белыми играть здесь сложно. Жетви не сыграешь, конь на Ф3 подвисает. То есть, таких ходов-то нет по большому счету. Но вот Накамура выиграл. Мы видим сейчас, что Хикару обсуждает с соперником ход борьбы. Но, видимо, были там интересные моменты, но мы-то не будем к ним возвращаться. Как говорится, хороша ложка к обеду. Другие партии могут кончиться. Но Шенкланд довольно быстро выиграл у своего соперника. Так что американцы сейчас ведут со счетом 2-0. И Рэй Робсон, вот я давайте на секундочку щелкну, будет реализовывать лишнюю пешку в таком вполне классическом, известном окончании. Я думаю, окончание выигранное. На ферзовом фланге есть все шансы образовать проходную. Но очень важно еще, что на королевском фланге черные захватили немало пространства. В общем, это выигранная позиция. Так что американцы идут к вполне закономерному счету 4-0. Тем временем, что у нас действует, что у нас делают китайские товарищи? Я посмотрю. Итак, у Дин Ли Женя. Щелкаю. Ну что сказать, большой позиционный перевес. Вот на чем мы закончили. Мне все-таки интересно, как это получилось. Так, после хода А4, да, последовал ход слон Ф5. И вы знаете, мне кажется, что здесь шахматист из Косова напрасно разменялся на Ф5. Надо было еще потерпеть все-таки. Может быть, даже короля подвести в центр. Может быть, сыграть Ф3. Ну, в общем, не стоило меняться на Ф5, потому что это очень уж изменило структуру королевского фланга к выгоде черных. Теперь игра черных очень простая. Надо надвигать пешку. Пешка Е4, и король побежал на Д4. Все очень просто. Ну, правда, вот видите, короля на Д4 здесь не пустили. И белые просто стояли. Стоят на месте, да. То есть идея в том, что черные привязаны к пешке А4. На ладья А8 играем снова ладья Д2. И поэтому Дин Ли Женя решил пойти на осложнение. Ж4. Но здесь при случае, если сыграть ладья, бьет А4, где-то можно ходом Ф3 белых поприветствовать. Там осложнение, видимо, в пользу черных. Последовал размен. Еще раз размен и взятие на Ж2. Итак, угрожает ход Е3. Игнорировать угрозу невозможно. Последовал король Ф1. Ну, какие есть ресурсы у белых? Во-первых, можно приставать к пешке С7. Ходом ладья А7. Но при этом важно посмотреть, не успеют ли черные здесь на королевском фланге сразу прорваться. Допустим, Ф3 и может быть ладья А2. Ну, тогда король Ж1. Ничего страшного, да? Мат в один ход не пропустим. То есть, если сыграть ладья А2, ну, допустим, вот так вот. Сыграли ладья. Так. Ну, ловись. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ладья А7. Теперь играть ладья А7, наверное, не очень-то выгодно. Потому что в этом случае последует ход Б6. То есть, черные практически вынуждены идти в какую-то острую игру. То есть, может быть, жертвовать пешку Е7 и пытаться провести свою ферзи. Ну, не знаю, как это может быть так. 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 И король идет на Д3. Но здесь надо считать. Это же острое довольно дело. Б6, король Д3. И угрожает Е2, да? То есть, Б6, видимо, не успевает. Если ладья Е7, но все равно король Д3. Ну, может быть, где-то так. Но пока задумался китайский шахматист, у него, наверное, есть какие-то трудности в исполнении этого плана. Ну, вот сейчас на видеокартинке вы можете наблюдать, что на последней доске Вэй И выиграл. Причем выиграл в таком искрометном, блистательном стиле. Причем мне так показалось, что не сделав ни одного своего хода. Он осуществил известную жертву фигуры. Создал прямую матовую атаку и замотовал. Если у меня будет время, я покажу, как это произошло. А мы пока смотрим текущие позиции. Это матч Китай против, с кем же они играют. Кажется, Косово, да? Сейчас я... С учетом того, что очень большое количество информации, я могу немножечко ошибаться. А может быть, не немножечко, а даже очень крупно. Сейчас посмотрим. Итак, Китай у нас играет... Ну, загружайся, загружайся, позиция. Я имел в виду не позицию, на самом деле, жеребьевка. Так, это Юйиньи играет против Маккали. Здесь, безусловно, у белых большой позиционный перевес. На ферзовом фланге у белых одна лишняя. И, что очень важно, вот есть белопольные тропки в лагере черных. Ясно, что здесь в Эншпеле, как только белый король выйдет вперед, так у черных будут громадные, громадные неприятности. Пешки начнут падать, как осенние листья. Здесь все понятно. Здесь должны выиграть. Так, должны выиграть. Так, Личао. Личао ходом А2. Заметьте, что сейчас не хватает у черных ладьи. Значит, это была какая-то волшебная комбинация. Давайте посмотрим. Так, слон на С4 каким-то образом оказался. А, его просто подставили под бой, да? Ну, простое обстоятельство. И на БЦ следует мат два хода. Ферзь Б4, ферзь Б2. Конь Ж3, ферзь С3. Мат угрожает. Ферзь прикрыл поле Б2. Взяли. Конь Ф5, ферзь Е4. Конечно, тут темный лес. Трудно что-то сочетать. Конь Д6. Но вот я думаю, шахматисты, играющие белыми, Фей Зулаху, извиняюсь, он, наверное, полагал, что он здесь даже выигрывает. Да, действительно, это косовские шахматисты. Но последовало ладья бьет Д6. Жертва качества, а потом еще и жертва слона. Кстати, очень красиво сыграно. Пункт С2 держать невозможно. БЦ А2. Теперь, если сыграть Король А2, то, понятное дело, после ладья бьет С2, черные выигрывают ферзя. Ну и, в общем, ферзь, конечно, справится с этими двумя ладьями, потому что еще пешек много. Если сыграть Король А1, тогда как минимум ферзь Е5 шах и взяли ладью. А если сыграть Король Б2, наряду с ходом ферзь Е5, есть еще такой забавный ход, может быть, А2, А1 ферзь. Ну, хорошо, ферзь Е5 тоже неплохая возможность, хотя бы потому, что на ферзь А2 мы не возьмем ладью, а просто поставим мат в пару ходов. Да, ладья А1. Ну, ферзь А3 не считается, там белый остается без материала. В общем, здесь довольно красивый поединок, и выигрыш, выигрыш случился. Ну, а я сейчас вам напомню, как выиграл Вей И. Это действительно одна из ярких партий Тура. Итак, в этом положении черные, конечно, забыли развиться. Они сыграли С3 в надежде поставить потом пешку на Б4. Но не срослось. Белые отдали на Д2 фигуру, развили очень сильное давление, и потом не дали сопернику никакой передышки. Ферзь, H5, G6. Я, честно говоря, ожидал здесь отхода ферзя на F3, но, видимо, у Вей И все было записано дома. Он сыграл слон H6 сразу, по приказу. И выяснилось, что... Так, ну, слон, давай. И выяснилось, что пункт F7 абсолютно незащитим. Последовало взятие, шаг на H6. Сейчас машина воспроизведет все эти ходы. И после слон Е8 черные немедленно капитулировали, потому что защититься от удара на F7 нет никакой возможности. Ну, единственное, что тут можно сказать, ферзя можно отдать. Ферзь F6, слон F7 и отдали. Ну, понятное дело, что в этом случае белые легко добивали бы черных. Ну, вот таким образом китайский... Я даже не стану его называть вундеркиндом, потому что в 17 лет это уже, в общем, довольно солидный по шахматным меркам возраст. Руслан Пономарев 18 лет выиграл чемпионат мира, так что и китайскому парню пора уже становиться большим шахматистом. Вот, так что китайцы идут вперед, и, видимо, их победа неизбежна, как заход солнца сегодня вечером. А мы посмотрим, как Шахриар Мамедьяров бьется. У него ситуация непростая. Ситуация непростая, но он держится. Так, но у кого лучше, я не знаю. Авторитет Мамедьярова высок, но позиционная обстановка такова, что тут можно с таким королем и погореть. Ладья Д2. Ладья Д2, значит, ладья пошла на С3. То есть, африканский шахматист понимает, что размениваться ни к чему. Если размениваться, тогда ферст наш, что и останется вне игры. Как раз силы черных в том, что они тяжелыми фигурами создают давление на белую короля. И слон Ф3 сыграл Шахриар. Но вот что собирается он делать, если черные пешки банально двинутся вперед? Вот, допустим, Б5, Б4, Б3 и так далее. В общем, это вопрос. Так что Шахриару придется здесь поработать. Поработать, потрудиться. Да, Б5 уже сыграно. Но вы знаете, битва не на жизнь, а на смерть. Характерная особенность. У Шахриара Мамедьярова всего лишь 5 минут на часах. При его быстродействии, при том, насколько это уверенный в своих действиях шахматист, это важный показатель. Значит, позиция действительно не настолько простая. Вот. Ну, я отмечу, что уже выиграл свою партию Таймур Раджабов. Победил Аркадий Найдич. Кстати, его пешки очень эффектно прошли. Давайте посмотрим, что там было. После хода ладья Д2, Шах, последовал король Е3. Ну, вот взятие на Ж2 мне не нравится. Оно какое-то неправильное. На самом деле, надо брать, конечно, пешки ферзевого фланга. Пешка на Ж2 не имела никакого значения. Кстати говоря, на ладья А2, наверное, последовал бы тот самый ход, что и случился в партии. Тоже Б4. Кстати, отличное решение. Ну, а здесь Аркадий просто прорвался. Пешек много, и они идут вперед. Ну, у черных тоже, конечно, можно сказать, пара связанных проходных, но она уж слишком далека от цели. Д6. В общем, пешки прошли. Следующий ход Д7 и так далее. Д7, ладья Б8. В общем, Азербайджан ведет со счетом 2-0. Нет, со счетом 3-0, потому что выиграл Сафарли. Илтадж Сафарли. Итак, мы ждем от Мамедьярова концовки партии. Но, в общем, здесь я не удивлюсь, если здесь случится, ну, например, ничья. А на видеокартинке вы только что видели китайского шахматиста Юэньи, который принес своей команде очередную победу. Давайте я посмотрю, как дела обстоят. Я хотел показать украинских товарищей, но как-то не получилось. Сейчас все-таки попробую. Итак, Пономарев выиграл. Это случилось уже относительно давно. Но продолжалось еще несколько партий. Юрий Криворучко тоже победил. Я так чувствую, что мне придется быть просто глашатаем, который объявляет результаты. Партии завершаются очень быстро. Ну что ж, действительно, я Антон Корбов выиграл. Продолжается только одна партия, где Андрей Волокитин играет против Мухаммеда. Это матч Украина-Иордания. Так, внимательно смотрим на позицию. И отмечаем, что иорданский шахматист имеет лишнее качество. Но хорошо ли ему с этим лишним качеством? Я не уверен. Вот смотрите, пешка Д6 намертво заблокирована, в то время как черные пешки неизбежно отправятся вперед. Открытых вертикалей, ну, по сути, нет. Потому что вертикаль Е надежно закупорена. То есть у черных очень простой план. Они аккуратно, методично надвигают пешки. А5, Б4, при случае конь выйдет на Ц5. А что этому могут противопоставить белые, совершенно непонятно. Я думаю, что шансы украинской команды сделать счет 4-0 очень велики. А это сейчас промелькнул на экране. Давид Навара, лидер чешской команды, который тоже способен преподнести определенные сюрпризы. Давайте я попробую обратить внимание на женские поединки. Там тоже очень много интересных партий. И особое внимание привлекает лично у меня встреча Александра Костенюк и Китаван Арахами и Грант. Так, ну, китаянки, конечно, все выиграли. Кто бы сомневался. Нет, вот правда Ювинь Юн. Вы знаете, на первом столике сборная Китая играет. Сейчас посмотрю. Ювинь Юн. На сегодняшний день лидер китайской сборной. Но тут лишняя фигура, о чем тут говорить. Это они играют против Люксембурга. И, в общем, лишняя фигура остается. Но разве что оптимизм только черным может позволить еще несколько ходов посопротивляться. Итак, Китай, судя по всему, выигрывает 4-0. Дальше. Украина. Украина, я вижу, 2-0. Анну Шенина только еще бьется в своей партии. И у нее тоже выигранная позиция. Да, в общем, Украина тоже выиграла 4-0. Абсолютно не сюрприз. И вот, дорогие друзья, давайте я нашел партию Костенюк. Ну, что вам сказать. Все в порядке. Саша Костенюк после хода ферзь f6 справилась со всеми проблемами. Давайте посмотрим, как. Я вам здесь говорил, что после хода ферзь бьет e4. Есть такой забавный выпад. Конь c5. Но Александра не стала горячиться. Просто отвела коня на g3. В принципе, у черных настолько безобразный конь на b7, что самое главное не дать ему активизироваться просто. Пусть он там стоит и отдыхает. А белые пока съедают пешку на e4. Взяли-взяли. Ферзь d4. Слон f4. Ну, просто классический случай, когда слоны гораздо сильнее коней. Гораздо просто. Ферзь d5. Ладья d1. Ну, классическая игра. То есть белые даже, смотрите, на короткое мгновение белые остались без пешки. Но при этом достигли фантастической доминации. Ферзь c6. Ладья c8. Ну, вот забавно. Я, честно говоря, не совсем понял, зачем надо было ладью на c8 завлекать. Хотя, вот, теперь понятно. Да, слон, это связка. Просто связка еще добавилась к плюсам позиций белых. Итак, после размена черным пришлось уходить. Но вот этот, это ахиллесово пята черных, не имеющий ходов конь на b7, он остается, конечно, в ужасном состоянии. Ну, и белые здесь не стали мудрить, просто постепенно выиграли пешку d6. Надавили на коня, пешка съедена. Ну что, абсолютно выигранная позиция. Саше предстоит просто относительно несложную технику продемонстрировать. Ладья b6. Ну, напрашивается слон b4, слон a5, и дальше, наверное, пешка дойдет к цели. Итак, все у Александра здесь в порядке. Выиграла Александра Горячкина. Продолжает свою борьбу Наталья Погонина. Я поздравил вчера и поздравляю сейчас Наталью Погонину. У нее ребенок пошел в первый класс. И не только у нее. Не буду конкретизировать. В общем, вчера был 1 сентября, и миллионы школьников. И в России, и во всех соседних странах, и по всему миру, я надеюсь, пошли учиться. Это был день знаний. Ну, а мы, шахматисты, уехали от своих детей и занялись своей работой шахматами. Так, ну что сказать. Наталья Погонина продолжает доминировать в своей партии. Конечно, на c6 у нее стоял конч, а стоит ферз. Пешка на d6 довольно слабая. И ясно, что здесь тоже победа не за горами. Ольга Гиря продолжает мучить свою соперницу. А вот только что мы видели, как Евгений Томашевский интеллигентно общается со своим соперником. И, видимо, объясняет ему, в чем его недостатки. Давайте посмотрим. Да, партия закончилась. Завершился поединок. Вот заключительная позиция, в которой у белых лишние качества еще и мат в один ход угрожает. Ну, давайте посмотрим, как это было. Итак, после того, как белые создали угрозу вторжения на d8, действительно последовало h6. И вот здесь вместо шаха на d8 последовал более сильный ход. Конь e5. Ну, этот ход имеет то преимущество, что пока слон на b4 не висит. А шах на d8 у белых остается в запасе. Король h7. Ну, не знаю, может быть, здесь уже действительно позиция незачтима. Угрожает ферз d8. Что же делать? Король h7 и просто вилка на d7. Да, вы знаете, выяснилось, что позиция выигрывается в два хода. Вот сейчас Евгений Томашевский общается с капитаном российской сборной Андреем Филатовым. Да, характерный жест был у Филатова. Характерный. Движения пальцев были профессиональные. Профессиональные. Ну, видимо, речь шла о шахматном материале, так я понимаю. Количество пешек, да. Вообще, подсматривать за людьми, когда они ведут откровенный разговор, это довольно интересно. Иногда по жестам, по мимике и жестам можно многое понять. Ну, хорошо. В общем, Евгений Томашевский тут... Заметьте, заметьте, что ходом ферзь c6 черные, в общем-то, создали угрозу мата в один ход. Но есть одна неприятность, что белые создали угрозу первыми. Конь f6. Пришлось отвлечься на этого коня. Ну, и дальше уже дело техники. А с техникой у Томашевского полный порядок. Итак, Россия выиграла со счетом 4-0. Вот перед вами табло. Согласитесь, результат неудивительный. Тот же самый счет зафиксирован, как я понимаю. Нет, еще не зафиксирован. Веслисо еще продолжает работать со своим соперником. Вот текущая позиция. И вы знаете, ведь это материальное равенство. Конечно, у черных перевес. Я даже не откажу себе в удовольствии понять, как это произошло. Слон d3. Размен-размен. g5. Ну, видно, что два слона у черных, конечно, зверски сильные. Просто зверски. Но лишнее качество, оно, знаете, хорошо тем, что его иногда можно вернуть. Опа! И жертва ладьи на d6. То есть не жертва, а я бы сказал, размен. Взаимовыгодный. Итак, теперь черный король вынужден вернуться. И у черных, конечно, перевес остается. Но, на мой взгляд, шансы на ничью есть. Ну, одна из идей у черных какая может быть? Сыграть где-то d5 и пешку b сделать проходной. Или просто привязаться к пешке c4 и нагло ее съесть. Я не знаю, получится ли это на самом деле. Но, во всяком случае, желание такое есть. Ну и, конечно, есть еще пешка на h6. Но как к ней привязаться? Я думаю, первичная идея это что-то сделать с конем f3. Либо разменять его, либо сыграть g4. Ну, вот слом бьет f3. Не такой неожиданный переход. Ладейное окончание. Доктор Тараш когда-то сказал, что все ладейные окончания ничейные. Но это он, конечно, пошутил. А вот некоторые шахматисты приняли этот афоризм всерьез. Но это не так, действительно. Ну что, если... Давайте обратим внимание на пешечное окончание. Ладья f3 взяли-взяли. Ну, там просто d5 и король d6 легко выигрывается ввиду отдаленной проходной. Мы видим, что в одной из партий яблоко осталось несъеденным. Шахматисты берут за собой за доску яблоки, пирожки, шоколадки, соки. Но вот это яблоко не было вовремя съедено. Из-за этого, как я понимаю, партия была проиграна. Так, последовало gf и король d8. Да, неожиданный маневр. Король d8 это тоненько. Черный король, видимо, хочет постепенно перебраться в район поля c5 и съесть пешку c4 забесплатно. Ну, не знаю, может быть получится, но... В целом у меня такое ощущение, что это довольно медленно. А с другой стороны, что могут сделать белые? Активной игры у них пока нет. Пешка на f3 висит. Вообще все пешки слабые. Ну, хорошо. В общем, американцы выигрывают со счетом 3-1. И есть такая возможность довести счет до круглого, сухого. Кстати говоря, нет, пока не 3-0, а 2-0 только выигрывают. Соответственно, Рэй Робсон должен здесь еще добиться своей цели. Он, кстати, очень близок. Мало того, что есть лишняя пешка на ферзевом фланге, еще король на g3 идет. Но вот здесь у нас мы видим нервные движения шахматисток. Ясно, что цитнот возможен. Так, и вот сейчас вы увидите партию, которая действительно интересна. А кто здесь играет на победу? Это встреча лидера китайской сборной Ден Лежене против косовского шахматиста Сарачи. Обращаю ваше внимание, что черная ладья заняла неподобающее, я бы сказал, место. Но она может выскочить отсюда за счет угрозы мата в один ход. Вот здесь после короля f1 последовало неожиданное отступление на g8. Черная ладья вот так спокойненько встала на c8. Не знаю, здесь в принципе напрашивался ход король e2. Но я полагаю, что косовский шахматист не нравился ресурс король d4 с угрозой пешки. Последовал ладья h6. То есть идея такая, переставить ладью на c6, а потом b6. Это все хорошо, но вот теперь после хода ладья c6 у черных есть такой ресурс. Ладья h8. И теперь, если, допустим, король g1, можно переставиться вот таким образом, опять-таки, с идеей короля на d4 выдвинуть. А b6 в данный случай уже не настолько опасно, потому что нет ладьи на c8, это уже не связка. Ну вот, как здесь выигрывать тоже надо еще подумать. Но, наверное, с учетом того, что черные избавились от слабой пешки на c7, мне кажется, здесь все-таки шансы определенные имеются. Вот, почему думает китайский шахматист? Почему он не играет сразу ладья h8? Возможно, есть идея начать с другого хода, ладья a8. И теперь, опять-таки, нельзя брать на c7. Ну, а если ход ладья h6, то тогда, может быть, просто включение хода ладья h6 окажется выгодно для черных. Они потом сыграют ладья h8, и на короткое мгновение пешка на c7 окажется не под боем. Ну, хорошо, пусть Дин Лежень подумает, это его святое право. Я, кстати, напоминаю, дорогие друзья, контроль времени. Здесь же у нас 44-й ход в этой партии. Соперникам дается час 40 на 40 ходов, потом 30 минут до окончания партии, и фишеровское добавление 30 секунд на ход, начиная с первого. То есть, этот контроль фида сейчас укоренился и стал основным во всех официальных соревнованиях. Но исключение составляет только матч на первенство мира и турнир претендентов, где по-прежнему классический контроль времени, 7-часовой. Я надеюсь, многие из вас смотрели наши трансляции из Москвы, где проходил турнир претендентов. Так вот, там наши онлайны затягивались до 7,5 часов. Ну, а здесь на Олимпиаде все-таки контроль более живой, более быстрый, так что мне кажется, что уснуть вы не успеете. И да, действительно, Дин Лежень сыграл ладья А8, так что, в общем, все идет своим чередом. Тем временем выиграли Ю Йен Йи, выиграл Ли Чао и выиграл Вэй И. Итак, Китай, мужской Китай ведет со счетом 3-0 и, в общем, есть шансы добиться максимума. А теперь все внимание на Шахриар Мамедьярова. Б5. Итак, что произошло после Б5? Давайте посмотрим. Ладья А2. Ладья А2 я ожидал просто, вы знаете, напасть и на пешку А6, и на ладью на С3. Но последовал тончайший ход ладья А2, у которого есть простое обоснование. Черным не позволяется сыграть Б4. Ладья А4, слон Д5, тревожим ладью. И вот теперь ладья А2. Ну что, тонко сыграл Шахриар, но проблема с королем у белых остается. Черные играют Б4, и вот здесь проблема в том, что брать на Б4 нельзя из-за матов полтора хода. Шах на С1 и ферзь Ф1 мат. Ферзь Б1. Ну, вы знаете, я пока не вижу здесь каких-то больших достижений за белых. Ладья С3. Черные, кстати, нападают на пешку Е3. Взяли на А6, взяли сюда. Шах на А8 и ферзь Б4. А вот это уже приятно. Вы знаете, мне кажется, что в тактике шахматист по фамилии Макота что-то здесь не рассчитал. Конечно, наверное, у него была где-то идея пожертвовать ладью на Ж3, но вечного шаха здесь явно не получается. Потому что белые могут защититься слоном на Ж2. На слон С6 там ферзь Ф8 свой мат идет уже со стороны белых. Последовал ход слон Е8. Какая есть угроза у черных? Сыграть ладья Е2, угрожая пешке H2. Но вы сами понимаете, что шахриар не допустит такого безобразия. Допустим, есть банальный ход ферзь Д2. Теперь черная ладья никуда уже не входит. Слон возвращается на Ж2. И мы видим очень приятный момент, что белые отражают атаку черных. И у них остается здоровая лишняя пешка. Итак, шахриар все-таки сумел обмануть своего соперника. И поэтому его победа неизбежна. Таким образом, у мужского Азербайджана, у команды номер один, а я напоминаю, что здесь Азербайджан представлен несколькими командами, у Азербайджана есть хорошие шансы одержать сухую победу в первом туре. На видеокартинке вы сейчас наблюдаете российскую шахматистку Ольга Гиря. Она продолжает борьбу в чуть лучшем окончании. Итак, дорогие друзья, у нас завершается четвертый час нашей работы. В некоторых партиях еще делаются цветнотные ходы, но в общем и целом накал борьбы спадает. Давайте уйдем сейчас на перерыв. 7-8 минут отдыхаем, после чего посмотрим завершение сегодняшнего дня.